В зоне АТО обострения. С начала суток уже 12 обстрелов. Боевики бьют по украинским позициям на Мариупольском и Донецком направлениях. В районе Авдеевки противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Все подробности узнаем от наших корреспондентов. Армейские позиции под Авдеевкой. Напротив, укрепление боевиков. Настолько близко, что их можно рассмотреть. Поэтому с блиндажей и окопов лишний раз лучше не высовываться. Отсюда как раз виден их дзот или дот, кто как назовет. Я не знаю, что это было раньше, наверное, какое-то инженерное строение. Днем здесь относительно спокойно, а вот ночью становится по-настоящему горячо. Излюбленная тактика боевиков скрытно подойти небольшой группой и обстрелять украинских военных. Поэтому наши ребята вынуждены открывать огонь на поражение. Основные боевые действия начинаются с наступлением вечера. Боевики тогда самое ближе подходят. И мы работаем прямо по ним. Днем они в основном только окапываются. Мы часто видим, как выкидывается земля, лопаты. Но открываем огонь только когда видим противника и когда можем его поразить. А это уже Авдеевка. Офицеры военно-гражданского сотрудничества помогают людям, которые из-за обстрелов остались практически ни с чем. Крупа, масло, мука и сахар в этом дворе рады всему. Мы жили тут все. И дети жили, мы жили, и все строили хату, потом строили и сначала жили. Пала беда на нас. Как мы живем, остался сыночек. Не знаю, миленький. В свою очередь местные жители показывают, что прилетает со стороны боевиков. Почти у каждого здесь целый арсенал смертоносного металла. Все собирают прямо во дворах. Такие обходы делают каждую неделю. Руслан Смещук, Богдан Вербицкий, Евгений Пахальчук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер.